Всем привет! Привет! Мы вас приветствуем на канале Тина Токсина. Мы тут грибы искали, нашли скульптуру. Представляете, кто стоит за нашей спиной? Ветер дует и так немножко жутковато, так свистит ветер и такой серьезный дядька сзади. Мы сегодня в Груто-парке. Приехали в парк, куда свезли все скульптуры из Советского Союза бывшего. Из всей Литвы? Ну, из Литвы. Один мужчина собрал все эти скульптуры и сделал такой парк. Вы, если увидите какую-то скульптуру из своего города, напишите. Вот эта скульптура стояла в нашем городе. Еще у них есть большой зоопарк, всякие животные. Посмотрим, какие есть животные. Просто погуляем, вспомним былые времена. Кто хорошим словом, кто нехорошим. Пишите в комментариях все. Сегодня мы разрешаем вам под этим видео писать все. Что это такое? Это вагон. Знаете, с чем разница, когда нас в армии возили и этот вагон? Нет. У них туалет, вот это привязанное ведро. Так. А у нас была тут дырка такая. Да? Да, тоже такие лавки втре. Да. В таком же вагоне, похоже, мы ехали... В армию. В армию из Эстонии в Казахстан. 12 дней мы ехали без расписания. Раньше, когда подъезжали к Ришкальнису, видно было вот эту женщину. Она стояла на огромном постаменте. Это скульптура Кришкальномотина. Мать Кришкальниса. Миномет. Да, сюда берут снаряд. Снаряд сюда кидают и уши закрывают. И выстреливают. Квас. Ох, сколько я стояла в очереди за квасом с трёхлитровой баночкой. Ты стоял? Да. Какой он был вкусный. Мы старались без очереди купить. Вот с этой стороны. Отсюда надо было подходить, чтобы без очереди. И давали вам без очереди? Чтобы без очереди. А я отсюда, там, пять копеек или сколько, или три. Три вроде бы. Это литр и пол-литра. Вы знаете, вот сейчас в магазине же много продают кваса, но он не такой. Сколько мы не пробовали, никак не можем нарваться на тот квас. Полевая кухня военная. В армии таких готовят, да? Если они едут на учения? Наверное. Четыре котла. Кашу можно сварить, суп, компот. Здесь написано, что искусство принадлежит народу. Раньше выступали на таких сценах. Детская игра. Ау, вот ты сейчас. Я на таких не очень могу. У меня голова кружится. Да умеешь, видишь, в эту сторону. А в другую надо? Правильно. Дизель-генератор. Наливаешь солярку. Начинает работать. Это крутит и получается электричество. А здесь всякие курочки и петушки, но такие, необычных пород. О, какой красивый. Длинные лапы. Привет. Фазан. Брамо-курица. Ну, там, наверное, очень много перьев. Может, вам видно? Посмотрите, какой петух. Ему эти всякие шпоры мешают ходить. Он хочет туда. Курица с голой шеей. Какая-то грустная. Одна. Вот. Это традиционные куры. Красивый этот. Черные куры. Какой гребень большой. Практически не видно. Золотой фазан. О, как их много, а их тут не за много. Построй хвост. Ему места нет для хвоста. Павлин альбиновый. Красивый какой. Как будто невеста. Ара. Ара. Сейчас тебе хвост потрогаю. Ара. Укусить хочешь, да? Ага. Хочешь укусить, Ара? Ара. Говори. Да. Ара. От него отходишь, и он начинает говорить. Ара. Посадил дед репку. Дед тянул-тянул, не вытянул. Бабку позвал. Тянули-тянули, не вытянули. Позвали внучку. Позвали жучку. Позвали... Кота не помню, как зовут. И в конце позвали мышку. Тянули-тянули. И вытянули репку. Они когда летают, в воздухе так назад оборот делают. Это может зайцы? Зайцы, может, дикие какие. Ну, дочень и кролики. Какой-то особой породы или выродившиеся уже. Ой, какие-то. Их кушают. Как кушают? На Мальте таких выращивают и едят. Да ну? Да. Жалко. Они не летают, они только на мясо. Посмотри, какие классные. Не хочешь кроль этого, морскую свинку? Ай, Виктор ушёл, я сама с собой разговариваю. У него на носу такие карпы. Видишь, какие белые такие карпы? Да, карпы, вижу. Это спортсмены, это почтовый голубь. Раньше почту такие голуби переносили. Горный баран. А теперь самая интересная часть. Барашки. Овечки. Они любят наверху. А почему? Козы. Интересно, дают молоко или нет? Какая смешная. Сидит бедный, мучается. Хочет на Олю. Хочет на Олю, да? Да. Крылья расправить. Он такой горный, Сидит. Я вас не вижу. Ну, это только вид остался. Пожалуйста, говорите тихо. Потому что Мишка ещё спит. Вот, видите, какой красивый? Лапой уперся в забор и спит. Не знаю, что и сказать. Сидят дядьки. Когда-то сидели и стояли в разных городах Литвы. А сейчас вот в лесу охраняют порядок в лесах под Друскиненкой. Владимир Ульянов. Он же Ленин. Он же Ильич. Да. Один человек решил, что ситуация созрела. Как там говорят, когда низы не могут терпеть, верхи не хотят терпеть. И ситуация созрела. И questioned. Ульянов. А Laura. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И Ленин всегда молодой И юный октябрь впереди В каком городе это стоял он такой? Поневежис Ой, как страшно, ветер шумит Как-то жутковато мне здесь Этот Сталин стоял в Вильнюсе Его сделал скульптор Томскис В 1950 году Еще при жизни Сталина Скульптура 1981 года Стояла тоже в Вильнюсе Дзержинский Скульптор Делтува А это мемориальный Ансамбль Комсомольцам Тоже стоял в Вильнюсе Мне почему-то кажется, Витя Что вот этот Ленин стоял у нас в Клайпеде Нет? Какой-то такой стоял Или с кепкой он был Сейчас подойдем, почитаем Очень хорошо, что все написано Кто в каком городе стоял Но нет Он стоял в Вильнюсе А какой же стоял тогда у нас? Может, найдем еще? В 1991 году его вот так вот свалили И привезли сюда Ногу оторвало ему А это Ленин с кем? Капсукас Вот так они думали Делать революцию Или не делать вдвоем Взять зонтик Или не взять Бангаре Бангаре Песня хорошая Но звучит с вышки тюремной Так не очень А вообще Песня хорошая Песня-то ни при чем А этот Дзержинский 1930 года О! Этот Феликс Феликс Эдмундович О, может, этот у нас стоял? Нет, этот стоял в Каунасе 1976 года Вот Этот дядька стоял в Мариамполе Мицкевич Ускапсукас Паланга Вот он Вот он Это я узнаю Это наш Клайпетский Ленин 1976 год Скульптор Якубонис Закрыли тебя в лесу Охраняешь лес Что преволюцию не делал больше А раньше стоял на площади Ленина В самом центре Клайпеды Товарищи О чем так говорили большевики А здесь все так сделано, как на зоне Там решетка Ров с водой И вот здесь такая тропинка Мы ходим и смотрим на всякие эти скульптуры Чисто как сидят в тюрьме За что посадили всех этих дядек Они все участвовали в одном каком-то деле Очень много почему-то Капсукаса есть А этот был вдруг с Кененкой Учиться, учиться и еще раз учиться Как завещал великий Ленин Рекащус стоял в Плунге 1961 год Это который слева А справа Стоял в Вильнюсе Эйдукявичус Эйдукявичус Уехал в Ригу Участвовал в первых Социал-демократических организациях Латвии Диджюлис Стоял в Йонешкес Чем известен Диджюлис Вступил в социал-демократическую партию Латвии В 2013 году Григос Антанас Снечкус Эдварда Стичкус Отвернулся Не хочет фотографироваться В Рокишке стоял 1976 год Вильнюс Козловскис Завалилась вышка Скоро все сбегут Подходим к мосту Алексотос Это был он в Вильнюсе Было много споров про этот мост Ну вот сняли И привезли в Груто Паркас Четыре коммунара Интересно, что они тут такое Коммунарят Что-то затевают Один вырывается вперед Другой его поддерживает А два сдерживает Мне кажется, что их расстрелять должны за что-то Четыре коммунара Каролис Пожала Йозас Грейфенбергерис Раполас Чарнос Казис Гедрис И все, посмотри, до 26-го года Их, видимо, точно расстреляли Первые ласточки Только ласточки улетели А выглядело это вот так Осенью Ну ты в Вильнюсе учился Ты знаешь, где этот мост стоял Я не помню Мост может и стоит Только убрали вот эти вот орнаменты Убрали И это же было совсем вроде как недавно, да? Сколько-то лет назад Наверное, когда я учился, он стоял еще Мария Мельникаетти Что, она с автоматом? Да Ничего себе Она же эти, писала, что ли? Ну вот В промежутках между тем, как писала С автоматом А вот ее Была в 16-й литовской дивизии И прислана в Литву С диверсионной группой Да, воевала она Красивый витраж Стоит девушка Такая, как литовская национальная одежда у нее Да голая она стоит Гречуте Шилале 1966 год Комсомолка Казимирос Киселес Комсомолка КОНСОЛКА КОНСОЛКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все куда-то идет О, какие раньше спортсмены были! 1972 год Казис Болтарагис Янис Заринос Называется в полях колхоза 1961 год О, посмотри, как выглядел строитель в 1976 году Сильно он не изменился Шлем, перчатки и кувалда 31-я армия 33-го Белорусского фронта Освободила Лайздийский район Слава освободителям! Алекса Ангаретис 1962 год Скульптор Бабуркинос Так себе представляет Россию Адели Щаучунайте Майорас Полтанавичус Полковник Куранов Копустинскис Скульптор Ушполис Ой, какой огромный этот парк Мы уже устали Думали тут совсем чуть-чуть У меня такое чувство Что вся Литва здесь Кто? Люди? Я их вообще не знаю Вот Мачука Скульптор В Путна Мачуйка Мачуйка Какой-то Путна И был какой-то Путна Я думал только Ленин, Сталин Ну и там пару человек Еще там Дзержинский А тут столько литовских фамилий В жизни не слышал Что они тут делают все И скульпторов столько литовских Откуда тут столько скульпторов? Это ужас какой-то И я уже устал Уже мы делаем тут огромный второй круг И все это не кончается еще Здесь и зоопарк хороший Зоопарк шикарный Лес такой чистейший Медведи классные спят Зоопарки запахов нет вообще Очень чистый Вот Каспио слоевино мичмонос Это мичман Каспийского моря Сделано конечно все по уму Очень хорошая дорога И она так чуть-чуть повыше Возможно бывают когда-то дожди И тогда может здесь бывает топка Или как болото Потому что вот эта вот дорожка По которой мы идем Видите, она так повыше Скульптор Наркевичус Пожелла Антанас Нечкус Скульпторюс Петрулис Даже и не представлял, что в Литве столько скульпторов Но это раньше Это 60-е годы Даже вот неизвестный автор Шумаускас А автор неизвестен Кто эти люди Я не знаю Я тоже не знаю Сейчас помнят вот Великую тройку Там Ленин Там вот этих Сталин Дзержинский И Маркс, наверное Больше никого не помнят А тут их столько, оказывается, было Кто эти все люди? Кто эти люди? За что они сюда попали? Но просто так в Грутопарк Никто не попадает Идем и вот это Люди, люди, люди Да Посмотри, как еще далеко надо идти Если не углубляться в политику То здесь нормально можно погулять Посмотреть на медведей Козочек и курочек Но лес такой Ты знаешь Вот я иду, смотрю по сторонам Мне кажется, в нем есть змея Во, пионеры 1954 год Тру-ту-ту Тру-ту-ту Кто был пионером? Я был пионером Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд Во, правильно Я тебе говорю, что тут есть змеи Видишь, какая норка для змеи? Советская Литва Вечно благодарна воинам И перечисляются всякие армии Пятое, третье Первый танковый корпус Третьей ударной армии Третий белорусский фронт Прибалтийского фронта Это серьезный витраж Когда солнце светит Очень красиво То красное, то желтое, то синее О, вышли мы на Мельникайте Может уже все? Мне уже и надоело ходить Берешь копеечку Сверлишь дырочку На веревочке И так Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик Одного сиропчика полный стакан наливаешь Серьезно? Потом очень сладкое Вот, без сиропа Одна копейка С сиропом Три А здесь надо было Помыть стакан И представляете Все пили с одного стакана И никто не болел Никакими коронами Советские партизаны Подпольщики Слава героям 1941 год О, качели Раньше в парке культуры и отдыха Всегда были эти лодочки Сколько-то минут катаешься-катаешься Когда твое время заканчивается Вылазила из-под низу деревянная штучка И тебя тормозило Значит, уже все Твое время вышло Ого, какая узенькая Совсем По городу ходили Раньше по городу такие ходили Сзади сидишь Самое теплое место сзади Тут мотор был сзади А летом жарко Да Ты больше внизу А я больше наверху Зависит от веса Ой Ты высоко И не поднимаешься Привет 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 Кушать хотите? Ай ты боже Заходи, дядя Заходи А как вы относитесь к зоопаркам? Они все равно живут в неволе Можно сказать, конечно, их кормят Но они живут в неволе Вот у них там 100 на 50 метров территория И все Если их сейчас выпустить на волю То они себе пропитание не найдут И умрут с голода Потому что привыкли, что их кормят по часам Кваску бы Настоящего Того еще Как вам наша прогулка? Понравилась, не понравилась? Пишите в комментариях Сегодня я открываю для вас комментарии Пишите Всем спасибо за просмотры У кого ностальгия, приезжайте, посещайте, гуляйте Или кто хочет ознакомиться с историей Тут узнаешь такого, чего и не знал До скорых встреч в новых сериях по Литве Пока-пока Пока